— Пам-пам-пам-пам-ба-бам! — Борьба с этой пылью путем озеленения, путем высらい. высаживания, оккультуривания и так далее. И об аспектах озеленительной кампании 2017 года мы хотели поговорить сегодня с... Девушка Цветочек вот сидит, да, представляет у нас службу эксплуатации городского хозяйства, у них у Хрыма ответственна за участок по озеленению Анна Габышева. И в качестве неравнодушного горожанина я пригласил к своей коллеге Эмилию Ханум-Алиеву. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Здравствуйте, девушки, еще раз. И давайте вот начнем. То, что я вижу, я не знаю, я все-таки такой человек далекий от эстетики, часто хожу такой весь небритый и так далее. А ведь озеленение на улице города, это все та же, скажем так, растительность на лице получается, да? Ну, сравнение, конечно, такое дурацкое, но я не знаю. Чем ухоженнее борода, прическа и так далее, тем краше город, на самом деле, согласитесь? Ну да, согласна. Да, вот давайте, Анна Габышева, как ответственна за участок озеленения. Вот какие аспекты? А вопросики свои. Кстати, мы работаем в прямом эфире, неравнодушные такие же горожане могут звонить 32.0066, 32.11.66. Мы дадим вам любой ответ по части озеленения. Чем будет отличаться компания нынешнего года от прошлых лет? Ну, в этом году у нас уже второй год усиленно работает штаб по благоустройству и озеленению. То есть у нас в городе Якутске сейчас она становится централизованной. То есть раньше она была более разобранной, то есть по территориальным органам управления и так далее. В этом году мы их объединяем, то есть у нас уже цельные планы и так далее. В этом году мы также будем озеленять, у нас также продолжается акция «Миллион цветов». В этом году у нас план «Миллион триста тысяч цветов», которые должны быть посажены на территории города Якутска. А в прошлом году сколько составляла цифра? У нас был план «Миллион», мы высадили «Миллион сто». «Миллион сто». И сейчас вы хотите переплюнуть показатели прошлого года на «200 тысяч». То есть петуниевый марш продолжается всё-таки, да? Петунии, бархатцы, ну и сейчас мы работаем с ботаническим садом, ну с научными институтами, то есть у нас штаб, он открытый для жителей, они приходят, советуют, там что-то говорят, мы принимаем их пожелания и стараемся выполнять. Вот в этом году у нас. А по части деревьев? По части деревьев у нас… Вот акция недавно была, да? Да, больше кислорода. Ну все сажали деревья. Все сажали деревья. Вот по вашим наблюдениям, Анна, сколько из этих воткнутых в землю предметов растительности выживает? Ну, раньше это был очень маленький процент выживаемости, потому что как-то не следили за этим. То есть садят предприятия, и идёт понятие, что ответственно должно быть предприятие, но они не ухаживают, и они умирают. Вот в этом году мы эту тему централизовываем, поэтому будет усиленный уход в этом году, как осеннее, так и весеннее, так и осеннее, которое будет в сентябре содержаться. То есть в этом году у нас должно быть уже более высокий процент выживаемости, потому что с нами в этом году работал БОДСАД. И также представители, вот Махначевский Иван Иосифович к нам приходил, он тоже вот озеленитель со стажем, и нам лекции читал, справочки давал. То есть мы работаем над тем, чтобы мы правильно садили, правильно ухаживали за саженцами, которые мы саживаем в этом году. То есть теоретическая часть у вас усилена? Да, в этом году у нас усилена теоретическая часть. И БОДСАДом, и озеленителями? Да, то есть мы сейчас стараемся работать именно на то, чтобы у нас было качество. Не только количество, а качество именно, что мы не так много берем сейчас берез, мы берем еще кустарники, шиповники у нас хорошо приживаются, боярышник и так далее. То есть у нас больше разновидностей. А насчет экзотических, скажем, для наших широт растений? К примеру, у нас же очень мало, не знаю, вишенок, яблонь. Ну вот такие работы лучше проводиться с подрядными организациями, когда мы делаем определенный заказ через 44 ФЗ или прямые договора, то есть не по акции, по крайней мере, потому что нужен им усиленный уход специально, ну, нужны специалисты, которые бы правильно за ними ухаживали, чтобы они прижились, потому что не все приживается, так как у нас и земля не всегда в отличном состоянии. В этом году, кстати, мы взяли договор, у нас будет проводиться анализы почвы придорожных территорий, чтобы проверить, земля там какого качества, если действительно она ужасного качества, то есть мы будем ее менять полностью, чтобы в следующих годах приживались деревья и кустарники. Анна, ну, какой смысл анализировать бадара? Ну, там не везде есть бадара, то есть есть и... Вообще, ну, мы сажаем деревья, и там, допустим, все говорят, там не приживается, потому что земля плохая, а может, там не приживается, потому что все-таки время акций мы как-то неправильно их сажаем, и все-таки нужно как-то более точнее это делать, и, по крайней мере, сможем побольше в следующем году заложить, чтобы поменять землю на большей территории города. А это не вызовет усиление, скажем, запыленности наших. Ну, я вижу, что пылесосы работают, да, вот эти сканди... Сканди, сканди. Пылесосы работают, ну, не шампунем, но моют улицы, да, но все-таки пыльно у нас, пыльно, господа, дамы. Пыльно. Вот я пример всегда приводил, не то что в фильмах, да. Вы были где-нибудь в Юго-Восточной Азии? Нет. Топаешь там себе по улице, да, потом бабах, кроссовочках этих же на чистую, белоснеженную, девственную постель, и она остается такой же. Ну, да. Такой же остается, абсолютно. Почему? Я не знаю, кто виноват в этом. Я четвертый или пятый год вопрошаю, да, кто виноват? Галкин воеводы, которые нет, чтобы там, на том берегу, да, скажем, где он и остановился, по идее, Пётр Бекетов, а он принес зелы на вот эту более заболоченную часть долины. Конечно, можно риторически вопрошать всё, что угодно. На самом деле, вот, хотелось бы остановиться на двух моментах. Вот этот Петуньевый марш, который я называю, ну, я так называю, да, для вас это, конечно, там, миллион цветов называется, или что-то типа такого. Эмилия Алиева вот имеет своё обособленное мнение, что это, на самом деле, очень такая полезная и приятная для глаза и мелкой моторики действие. Ну, да. Отложите, пожалуйста, твой телефон и обернись к нам. Что я должна была сказать? Чем всё-таки хорош Петуньевый марш? Вот когда учителя требовали, там, учеников и так далее, там, энное количество. На самом деле, наверное, это извращение со стороны директоров и учителей, да? Что они принимали готовые, вместо того, чтобы наладить... Наладить. Работа по... Дело в том, что в прошлом году я очень много в соцсетях, в том числе, читала возмущения родителей, которые возмущались тем, что требуют от родителей в школах либо деньги, либо там цветы, но потом в то же время я прочитала комментарий Александра Григорьевича под голову, и он сказал, что наши просто не всё так поняли и слишком ревно принялись за исполнение... Компанищины, да? Да, потому что, ну, глава города Исан Николаев, он просто рекомендовал о том, что рекомендовал директорам приобщать детей вот к этой культуре прекрасной, а на то, что она прекрасна, думаю, ни у кого вопросов, сомнений в этом нет и не может быть в принципе, да? И приобщать-то начали, конечно, но приобщали все по-разному, кто как мог. Но в этом году я могу точно сказать, что в 31-й школе, я знаю это по своей племяннице, да? Она вместе вот с моей мамой, бабушкой своей высаживала цветы, они в классе, у них в субботу прям был внеклассный урок такой, и вот они все учились вместе красиво сажать. Я думаю, что для всех детей, которые сейчас занимаются вот этим, в том числе вносят свою маленькую лепту своими маленькими ручонками в озеленение города, они, я думаю, потом вырастут хорошими, ну, смогут вырастить и что-то у себя и в огороде, и под окном, и на балконе, если дачи не будет. Это хорошо же. По поводу того, что бетунии, а не розы мы сажаем, да, высаживаем, выращиваем, тут надо сказать о том, что надо, ну, как бы объективно понять, что, и признать, что раньше у нас такого не было, озеленения. Даже на таком уровне. Мы даже, не то, что, сейчас он, мне кажется, на хорошем, но есть куда, естественно, расти, там, да нет предела совершенству. Но то, что у нас сам глава города принимает участие, и вот недавно на встрече с общественностью весенней, он всем раздал цветы в качестве презента, все, кто были участники вот этого заседания, отчёта. Цветы в плане как? Дитя мороженое. А, семена. Семена, пакетики с семенами. Причём всем-то не хватило, потому что я выходила в числе последних из зала, да, потому что я там снимала как... Тебе не хватило? Я вышла, а пакетика нет уже. То есть, ну, вот, закупить закупили, а не всем хватило. И, естественно, это очень здорово. Другое дело, что у нас, в принципе, раньше никто... Вопросы есть, да? Да, видимо, ну, ты договаривай, потом мы перейдём. Не хватило, короче, тебе. Да дело не в том, что мне не хватило, я пойду куплю, и, если что... Не обеднеешь. Да, ну, что там цветочки-то трясаю. Да, давай возьмём телефонный звонок, вдруг что-то любопытное. Говорите в эфире. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да, говорите. А я вот, я при себе думаю, я главный отзывитель города Якутска. С 73-го года даже аж. Я Лермонтова 38 посадила 103 берёзы, да? И они выжила. 4 года сама ухаживала, сама проводила этот провод. И посадила, они выросли. Лермонтова 38, запомните. Там стоматолог, директор стоматологии, главврач, обещал мне помочь ещё даже Лермонтову памятник поставить. Ну всё, я переехала. Дедушка у меня заболел сердцем. И меня закинуло вот это в Кратную Якутию. Там сосновый вор. Так вопрос, вопрос какой? Вопрос такой. Вот в сосновом вору много народу живёт, и никто не думает. Там посадить надо ещё. Эти же, они старые, эти сосны. Ага, то есть... Берёзы посадить. И я хочу, чтобы мне помогли, помогли берёзы посадить. Анна, это по вашей части всё-таки пожелание. Хочет увеличить количество деревьев сосновым вору. Не только, причём соснами, скажем, увеличить количество, вот, степень отзеленения, но ещё и берёзами. А положительный опыт приживаемости берёз, в ущерб тому, что вы сказали, что вы не только березу будете брать, у неё есть. Ну, наверное, если надо будет, у режиссёров наших телефонов запишем и обратиться потом в рабочем порядке. И, к сожалению, у нас, видите, буквально по фразе «успеть». Не-не-не, мы прерываемся на рекламную паузу. И после рекламной паузы я задам риторический вопрос. Человек, который не отличает ведра водки от ведра керосина, да, я. Я петунию отличить от розыни тоже не могу. Не могу. И всё. Почему именно петунию? Вот мы на этом прерываемся на рекламную паузу. А вот я смотрю заставочка прямо в тему на канале САХА-24. Цветочки, сосенки. И всё-таки вопрос я повторяю. Почему именно петунии? Чем они так хороши конкретно для условий нашего города, что появляется такое устойчивое выражение петунии в марше? Ну, петуния довольно неприхотливый в этом плане цветок. Ухода не требует, фактически. Требует. Всё требует ухода. Человек требует ухода, цветы требуют ухода. И, ну, он не так сильно, не так долго болеет, как некоторые при пересадке. У него довольно пышный бутон, и цветовая гамма очень разнообразна. Ну, и он всходит намного быстрее, чем те же самые бархатцы. То есть бархатцы, они всходят довольно долго, их нужно заранее в апреле садить. Тот в мае посадил, и он уже в июне, в середине июня может цвести в этом плане. А ещё петунии разрастаются хорошо. Ты купил один цветок за 35 или 40 рублей, а к концу дачного сезона у тебя там, ну, или даже уже через неделю-две, там уже он разрастается, и вместо одного цветочка там целый прям... Целый бакет. Целый бабах. Да, целый оранжерея. Я это знаю, потому что... А ещё они долго стоят, потому что до самых там заморозков, по-моему, чуть ли не до снега. Да, в сентябрь они цветут. Очень долго стоят, и я это знаю, потому что я то же самое делаю у себя на даче. Вот смотрите, вот если к дачам перейти, вообще к частному сектору, да, Анна, почему у нас частный сектор, по Сергеляху вроде бы, да, там, шоссе отдыха и так далее, мы едем, и мы наблюдаем одни заборы, очень глухие, такие из профлиста и других материалов заборы. То есть нет у людей культуры, я не знаю, вносить озеленение, скажем, за пределы своего участка. То есть заходишь, вроде, всё нормально, да, там всё пышет, цветёт и так далее. А вот за пределами, ещё раз говорю, нам, неравнодушным и прочим горожанам, остаётся добываться только на профлист. А вот в частном секторе есть ли какие-либо стимулирующие меры и так далее, чтобы просто приятно было ехать по Сергелянскому шоссе, например? Ну, сейчас у нас конкурс проходит дружный дачный коллектив, где вот через соты они собираются и так озеленяют свою территорию. Ну, там не так много участников, но всё равно это очень хороший конкурс, то есть они сами озеленяют, потом вставляют на конкурс, оценивают комиссии и награждаются денежными призами. Вот, а так это, не знаю, лично как... Лично? Ну, да, что это частная территория, допустим, у нас тоже есть дача, и я там всё делаю внутри красиво, а там у меня еле растут, ну, пусть растут. Как-то наружу. Мне кажется, перебью, простите, на Сельдзиасском шоссе так же красиво, если бы ты спросил, почему не выделять деньги. Да, чистоте... Красиво чисто архитектурно. А вот хотелось бы ещё и флористически, чтобы красиво. Мне кажется, не надо вот в одной лице... Полисадники, да, такие. Где и так красиво и считается одним из элитных районов нашего города, да, ну, засаживать там ещё цветами. Мне кажется, можно цветы перенести и на квартал. Нет? Вот у меня вопрос. Есть ли какие-то стимулирующие программы для жителей окраин? У нас проходит конкурс. В прошлом году он проходил тоже конкурс «Миллион цветов» среди предприятий, частных домов, то есть дома, предприятия, дошкольные образовательные учреждения, объекты торговли. То есть они осенят свою территорию, подают заявку. У нас заявки будут приниматься, по-моему, с 15 июня в этом году. На конкурс? Да, там денежные призы будут. Первые три места. Какого размера? Людям очень интересно, скажем, сколько они могут за, вроде бы, на первый взгляд, неприхотливый такой труд, такой небольшой труд, получить какую-то денежку. Призовый размерчик какой? Там, получается, 51 место, 30 и 20. Да, небольшие, но деньги, да? А купится? А купится? Как минимум, а купится. Питунья как минимум, а купится. Да и бархатство купится. Ну, может, вообще, в принципе, всё окупится. И шиповник окупится. Шиповник, кстати, он же заразный такой. Да, он всегда распространяется очень-то. Ну, в смысле, распространяется очень-то. И потом всё больше и больше его. Вот хотел бы привести, я был, ну, жил некоторое время в городе Славном Сиэтле, да, там, из Живика, у тебя везде. То есть, пока идёшь до остановки общественного транспорта, ты наедаешь, буквально можно и завтракать, абсолютно. Она везде, и абсолютно в чистом виде, то есть её можно не мытаю, там, кушать и так далее. Почему у нас малина в таком, и шиповник в таком количестве не растёт, и вроде бы такое болотное растение тоже. Да, ну, надо шиповник, допустим, привозить. Вот сейчас есть такой опыт, что мы привозим шиповник, будут его больше садить, и за ним даже будут ухаживать, то есть подстригать, чтобы он разрастался не ввысь, а именно в стороны, чтобы был такой пышный. Было бы хорошо, если бы у нас было побольше именно таких зелёных ограждений, то есть из кустарника. Анна, я же не буду каждый раз отсылать прямо к вам. А у нас есть в городе, у нас же есть в городе ландшафтный архитектор. Да. Как его зовут? Её зовут Романова Мария, вот, она работает в управлении архитектурой и пиратостроительной политики. То есть фактически вот за эстетическую часть отвечает она, да? За эстетическую. У вас получается чисто так на земле работа, то есть грунт, посадка, подивка. И контроль за этим. За соблюдением всего. Да, за соблюдением правил. И мы не можем не упомянуть зелёные ящики в связи с... Без личности, да, давайте просто мы... Просто есть явления зелёных ящиков. Кому-то они кажутся уродливыми, кому-то они кажутся прекрасными, я не знаю. Может, люди просто на определённых интернет-ресурсах просто троллят автора данных произведений? Ну, я не знаю. Я не троллю. Ты не троллю. Я совершенно искренняя. Причём мне совершенно не важно, кто занимается этими ящиками, но поскольку я живу в районе университета... И театра оперы и балета. И театра оперы и балета, и районе Мусхая. То есть, ну, больше я живу, если быть точной, в районе Тёплого озера и тут городка. И поэтому я наблюдаю вот это всё... Святая крокодила? Всё это уже не первый год, и меня это дико возмущает, если честно. Дело не в том, что там кто-то... Мне говорят, ну, там пусть зарабатывает человек. Да ради бога, пусть зарабатывает. Ну, пусть это делают уже красиво как-то, не нанося ущерб глазам. Но дело в том, что я вот и помню, в прошлом году я... Я какое-то время не ходила по озеру Тёплое, да? То есть, как-то меня на Юнского всё-таки дороги выводили меня, да? А тут, значит, я вышла вечером, а там, ну, пасмурная погода такая была, да, и какие-то венки. И там как раз в это время случился в каком-то из городов России трагедия, там дети в реке погибли. И, значит, я выхожу, а тут, значит, вот этот... Я подумала, честно говоря, что это венок. Прости, господи, да? Я, правда, я испугалась, я подошла, потом я уже увидела там что-то, там вот какая-то композиция вроде как стоит. А так она напоминала, ну, вот какой-то цветочный типа памятник. То есть, поминальный венок пустили на воду? Да, но на этом как бы моё возмущение не заканчивается. Дело в том, что вот в этом Тёплом озере, или Талое, как называется, да, там запускают вот эти зелёные ящики, которые, ну, где-то метр на метр, да, квадратные формы они. Они как бы с виду, вроде, по идее, я понимаю, наверное, что на бумаге этот эскиз очень хорошо и классно смотрелся. Там должны были наверняка пышить вот эти цветы и выси в ширину по всему этому ящику. Но, по сути, там, на деле, не знаю, 9 ромашков вот так вот они высажены, и они не цветут, они стоят. И это всё, мне кажется, ну... Требовать надо. Я не... Как мне один человек сказал, вы не эстет, вы не имеете права, вы не можете анализировать, да, но дело в том, что... Не культурово. Есть такое понятие, как общественное мнение, и когда я это вот уже в том числе и выложила в соцсети у себя на странице в Фейсбуке, да, там очень много людей, там больше ста комментариев тогда было, да, что действительно людям это не по нраву пришло. Не только мне, это не то, что я такая придирчивая, да. Конечно, это может быть, но почему нельзя на земле выращивать эти цветы, и зачем эти ящики запускать в озеро, которое и так, по сути, прекрасно декорировано вот этими камнями, там вот берег которого, и зеленью. По части озеро, да, Анна? Ну, это вопрос, я не знаю, потому что как-то вот хотелось бы, конечно, чтобы ответственные люди, которые были бы, смогли как-то вот переубедить, что ли меня, может быть, я не права, и может быть, все эти френды мои, которые комментировали, тоже не правы. Но это действительно очень странно и некрасиво смотрится в районе, который он считается одним и самых ухоженных у нас в городе. Поскольку вы все-таки работаете в СГХ, да, есть у нас сезонное озеленение, в смысле приобретение зеленого цвета, цвета крокодила, водоемами, да, вот буквально позавчера же было насчет горканала. Надеюсь, в связи с этим вот это явление, оно в меньшем объеме будет, да? Ну да. Но цвести водоемы они будут. А у вас есть какие-то меры, предусмотренные против вот этого явления? Против цветения озер? Да, да. Ну, получается, у нас есть специальный, ну, получается, разыгрывается конкурс по плавающим фонтанам, которые находятся на этих озерах. Там вот они как раз очищают прибрежную зону. А в основном, в сути, когда, если что-то случается, то фонтан, когда работает, там этой зеленой тины, по сути, нет. А, то есть фонтан — это как панацея от цветения? Да, она не цветет, потому что вода там в какой-то степени стоячая. Сейчас у нас горканал протоку полностью ее чинят, так что, думаю, здесь не должно быть уже проблем. Ну, на самом деле, да, то, что проточная вода в городском канале появилась, это одно из сильных, скажем, моментов в плане того, что экология нашего города, она возвращается к истокам, скажем. Вот этот запертый, засыпанный, в том числе нерадивыми строителями, какие-то участки городского канала засыпанный. На них отсыпаны и стоят гаражи, Эмилия. Надо с этим тоже бороться, да, а не с зелеными ящиками. Это просто на будущее. Я просто, что вопрос, подожди, мне хотелось бы услышать комментарий у Анны про цветы. Про гаражи это как-то больше брутальная тема, да, мое дело вот про цветочки. Хотя я цветочками абсолютно не занимаюсь, да, и никто из моих друзей этими цветами не занимается. Единственное, у меня искреннее пожелание, да, чтобы этих ящиков страшных не было у нас на озере. Ну и в том числе... А на земле пусть будут, да? На земле. Ну, на земле, но знаете, вот в Якутии, где столько мастеров по дереву, которые не хуже ювелирных мастеров резьбу эту делают, да, мне кажется, очень странно, что у нас обычные ящики. Мне говорят, ты не эстет. Я говорю, извините, в лагере Каландрашвили, когда я отдыхала в детстве, у нас мы вот такие ящики тоже делали, красили. В пятом классе. У меня уже скоро пенсия там светит, а ящики как были, только теперь они уже из лагеря перешли в центр города. Это можно как-то исправить, Анна? Ну, мы можем посоветовать, ну, вот лично я могу это посоветовать, но там может зависеть от качества, если правильно она, если она будет светить и будет, то почему бы им плавать? Это не институт. Ну, вот надо, будем стараться, чтобы они цвели. Хорошо, будем бороться с... Давайте воспринимать все советы, все рекомендации и так далее. То есть, еще раз говорю, Эмилия у нас представляла нынче неравнодушных горожан, а Анна представляет ту службу, которая ответственна за озеленение, и мы надеемся, что лето с 17-го года будет зеленым и прекрасным, как Эмилия Ханумалиева и Анна Габышева, которые были сегодня у нас в гостях. Спасибо. Спасибо.